Капкейки Классная фишка, что он очень быстро готовится и очень вкусный Вот, мы этим утром приготовили для вас и для вашей команды В честь вашего, так сказать, праздника У нас сегодня свято Я думаю, что это самое ранковое блюдо Потому что, если хотите побаловать своих домашних чем-то вкусным То швиденько можно приготовить с ранку Чайок такой из ромашечки или зеленый Так, на пів години раньше, а попейтеся Я люблю кафе, и я тоже люблю кафе Девчата, что-то вы смирялись Так, я сейчас смирилась Александра, расскажите, пожалуйста, как начинаете свой ранок? Я ранок начинаю с улыбки к своему сыну Он меня будит, мы таки любим поспать Мы больше совы, мы поздно ложимся и поздно встаем И мое утро все начинается с ним, он меня будит, мне улыбается Все свои машинки приносит, показывает Каждого ранку демонстрируются те же машинки Да Александра, а какие поради, чтобы так збодериться с самого ранку? Вот, например, я вчера целую ночь не спала У меня такой был, знаете, энерджайзер И я не спала целую ночь, а в ранку так стало Думаю, Господи, так хочется виспать Я думаю, возможно, принять холодный душ или контрастный душ Это очень бодрит, это очень полезно То есть, как мы видим, от вас порада – это контрастный душ Ну, да, на сегодня могу Вот так, друзья, маете возможность Прокидать бандеру сам в окрасовую контрастный душ Мы продолжаем, я хотел бы спросить о эти капкейки все-таки Потому что они так граненько выкладены А что же в них в середине? С чего они, скажем так, сформованы, складены? И как в целом их готовить? Можете трохи рассказать? Готовить их очень, в принципе, легко Много вариантов, много рецептов Очень классно, что тесто в основу Вы можете добавлять все, что вы любите Фрукты, ягоды, шоколад, рис, сухофрукты То есть, какие у кого предпочтения к чему А основа теста ванильная, очень нежная Такая воздушная Такой он мягкий, мокрый даже, можно сказать Очень классно Выпекаются они в таких формочках, бумажечках Что очень удобно Вы берете, аккуратно раздеваете, кушаете То есть, индивидуальная такая штука Скажем так, можно уже передавать за руку Да, да, да То есть, вы, Александра Даже если вы в поездке, очень удобно Если нет, даже руки помыть, очень классная Такая штука Александра, а вы власть на этой приватной пекарне Майстерной по солодощам Скажите, пожалуйста, у вас часто замовляют ось такие кексы? Очень часто Очень Вот у нас Помимо тортов наших Красивых, вкусных, любимых У нас есть и кексы, и маффины, и капкейки И кейк-попсы Это такие западные больше названия Это такое пирожное на палочке В молочном шоколаде Очень вкусное Сколько всего выгадали Я, честно, садка яишка А вы еще много мне открываете в этом свете Я, честно, хотел бы запитать наступное Я думаю, товарищи наших тоже это интересно Потому что мы назвали сразу капкейки Честно, народжение называются просто кексами Это просто так выглядит Да, нет Как бы на нашей земле это называют кексами Вообще кекс это такое в большой форме печется Он или круглый с дыркой в середине Как бублик большой такой Или прямоугольный Вот это кекс Капкейк это тоже не наше название Это, скорее всего, я думаю, с Америки пошло Маленький торт Да, он переводится как капкейк То есть как чашка Тортик с размером в чашечку Вот Еще их называют тортики для феи То есть как бы феи маленькие И это для них маленькие тортики До речи так Зараз, например, достаточно популярно в Миколаеве И есть приготовление самих кексов в чашках Их даже подают в некоторых закладах И тоже, друзья, мы видим, что Открывать и открывать Бачите небаченного Александра, скажите, пожалуйста, Вы готовите дома такие кексы? Какие впечатления отримает ваш сыночек и ваша родина? Да, мой сын, мой муж Они очень любят, когда я пеку и для дома Не только на заказ, не только мимо все это проходит Вот, они очень радуются этому Очень любят, очень хвалят Я только слышу И сын тоже, ему полтора года Уже даже больше, уже год и восемь Вот, он очень любит эти капкейки Все, что я готовлю, все домашнее у нас Поэтому я все ему разрешаю Он все кушает Александра, поделитесь, пожалуйста, Цей рецептурой Я для Виктора Приготую ось такие капкейки Друзья, видите, я сьогодні Зминюю одна за одной ведущих Просто Ось так Виктор Дивись, а только я для тебя Приготую такие капкейки Вот я подивлюсь, кто смачнейше мне приготовит, Кто смачнейше, кто взагал это и приготовит Сам факт Сам факт, что рода захотела приготовить что-то Я еще хотел бы перед рецептурой запитать наступное Знаете, у меня с детства, если мама готует, то это ароматы по всей кухне и по всему домове И как же потім не скуштувати? И как вы боретесь? Трошки большую порцию робите, если на замовлення? Ну, ароматы я с вами разделяю У меня тоже с детства Это вот эта ассоциация Поэтому я отчасти этим и занялась Потому что я хочу, чтобы у моего сына тоже были вот эти воспоминания, когда мама в детстве пекла Я, надеюсь, я не только в его детстве буду печь И я потеряла мысль Так, то-то, как ваши родни? Ага, как я утешиваю Я это все люблю, скажу честно Вот мне тоже спрашивают, как вы при этом всем соблюдаете за фигурой и так далее Все как-то получается очень естественно Я это все люблю кушать, я не знаю, как это получается Я думаю, может быть, главный рецепт – это то, что приготовлено от души Да, да, я готовлю исключительно в разы так калорийнее Я готовлю исключительно то, что я сама люблю То есть, если бы мне это не нравилось, я бы это не готовила До речи, дорогие друзья, если руда меня приготовит и меня разипре То значительно от доброй руки она готовила Побладимемося, я чекаю рецепт Бо пирог от нее, я, если честно, чекаю уже два месяца, как и вся наша редакция Глядачи, я заявляю официально, что я приготовлю для Виктора Дяченко тортик, капкейки и кекси То есть, все, за году я просто не смертю Я сейчас пойду, напишу расписку, хай подписаться Завещание Ну а тоже, перейдемо все-таки до рецептуры Я думаю, наши товарищи от наших балачок хотят все-таки почути Рецептура простая Спешл фор Новый День Гадунс Бейкери рассказывает Все очень просто Всех ингредиентов нужно взять одинаковое количество 200 грамм муки Я уже взяла Пробуйте, кстати, я вам с вишней Мой любимый 200 грамм муки 200 грамм сахарной пудры Оля, запоминаем Оля уже запоминает Витя, запоминает Ты мне напоминаешь рецепт? Так, дорогие друзья, я напоминаю, что вы пропустили Або еще не забыли Який ингредиент Ви можете зайти на нашу сторинку в социальных мережах В ВКонтакте и Фейсбук Або на Николаеве.Инфо Портал информационный нашего канала На сторинку в Ютубе И переглянуть разговоры с нашими товарищами И почути еще раз рецептуру А пока что мы продолжим 200 грамм муки и далее 200 грамм муки, 200 грамм сахарной пудры 200 грамм сливочного масла 1,5 чайной ложки разрыхлителя Что у нас еще там идет? А, 100 грамм сметаны И 2 яйца Последовательность такая Сначала берем сливочное масло с сахарной пудрой Хорошо взбиваем Запах просто неинуверный Да, потом добавляем сметану Потом по одному яйцу И в конце муку С разрыхлителем Сухие ингредиенты в конце Вот И самое главное Правда для капкейков и маффинов Их нужно ставить в холодную духовку Для чего? Для того, чтобы не поднималась большая вот эта шапочка у теста А их что хочешь обедняться? И их что хочешь можно ставить в горячую А потом шапочку можно себе выкрасить Если вы будете их украшать, поверхность должна быть плоская и ровная И вы тогда ставите в холодную духовку Все просто Виктор, готовься, я так буду готовить Люблю шоколадные верхушки и еще беленьким там чимось можешь посыпать На Пасху Вот так рудам не любят Отож, как видим, это моментальный действительно рецепт И еще я смотрю, что у нас еще там что-то святятся родзинки Нет, это вишня Очень сочная вишня Мне просто задало Ось, покажи нашим товарищам, что там вишня дійсно А я думал, что это чесно родзинки Потому что они так проглядаются Традиционно кексами с чимось родзинками Да, с изюмом тоже очень вкусно Вишня она сочная Ольга, тримайся Я тримаюсь Я тримаюсь Дякую вам, Олександра, за то, что вы у нас завітали За рецепт, звичайно Хотелось бы и запитать все ж таки про ось ці кекси Какие варианты еще, кроме вишня, можно сделать? Или нет разницы, какая начинка? Нет, я уже говорила, что в начинку вы можете положить любые ягоды, фрукты Шоколад и рис, сухофрукты Это то, что можно в тесто добавить Либо вы можете сделать просто их ванильными, либо шоколадными И в середине тоже делается такое отверстие И туда наполняется тоже любимая начинка Можно, например, растопить шоколад Чтобы ничего не мудрить И туда его поместить Сверху закрываете той пробочкой, которую вы вытащили Закрываете А чем, то речи, можно сделать эту пробку? Я, например, люблю есть такие для яблока штуки Они из серединки вытаскивают Это очень удобно Спиральку только робить, так? Да Отож, друзья, как видите, можно сделать абсолютно все Начинку, которую любите, таке можете и сделать Хочете с чем угодно Любой крем, любой ваш любимый крем Все для себя, как вы любите, можно делать Я думаю, что Ольга нам приготовит Это 100% А мы продолжаем наш прямой эфир И я нагадую, что сегодня своим рецептом Рецептом ось этих прекрасных кексов И с нами делилась власница Власной пекарни Власница и умелица Робить все смачненькое Олександра Годун Отож, друзья, дякую вам Дякую вам Дякую вам, Олександр Дякую вам Я никогда не заканчивался Чтобы у вас было много идей Много проектов Просто Просто Счастья Радости Дякую вам И чтобы ваша работа приносила только удовольствие И потому что она приносит удовольствие нам И телезрителям И участникам В этом и с праздником Дякую вам Ну, конечно же Без вас таких прекрасных гостей не было б нічого Тому Дякую вам, телеглядачі Дякую нашим гостям Что они приходят до нас сьогодні Как видите, нас насичено все И дякую за такие презенти смачненькие